всем привет сегодня я хочу вас познакомить с необычным и редким видом акселярии вот по таким названием к видите у меня две бирки после гибели первой покупки этого вида я заказала следом 2 на случай если одна погибнет эта красавица произрастает на эквадоре во влажных горных лесах на высоте от 1900 до 3200 метров над уровня моря и относится холодному температурному режиму из-за своего требования холодным температурам к видите летний период у нас проходит очень тяжело первый же вид в это время у меня помер он покрылся вот такой темнотой и полностью высох после гибели первой покупки этого вида я заказала себе повторно 2 как очень нравится эта красотка пришла на ко мне в том году в середине ноября и до этого года середины июля она у меня очень хорошо развивалась она нарастила очень много новых ростиков вот этот же вид он пришел он шел ко мне чуть больше месяца и пришел совсем в никаком состоянии я его выходила видите он хорошо оклемался пустил ростики налил мне за год бульбочку и при наступлении и при наступлении жары он у меня начал обратно погибать температура у нас поднялась выше 40 градусов на улице стояла духа так как в сауне при высокой влажности невозможно было дышать и вспомнив прошлое лето я побежала на балкон и обратил внимание на этот вид я быстренько и ее убрала с балконов поставила ее на северную сторону вокруг обложила льдом и включила вентилятор опустила температуру до 25 градусов но когда вентилятор и лед не справлялся с понижением температуры я включала дома кондиционер и старалась ее держать при температуре от 25 до 27 градусов но как вы видите мы продолжаем потихонечку скидывать листики пожелтение еще пожелтение он-то пожелтение у меня появилась буквально недавно корешки у нас к видите хорошие и таких корешков у нас куча и и в грунте и по растению первое же растение потерял буквально за неделю не не убрав ее с балконов оставив ее при такой же духоте и и высокой температуре здесь здесь так как я все успела быстренько поставить прохладное место она скидывает листики потихоньку но их скидывает я не знаю что будет дальше я думаю все таки у меня есть какая-то надежда что растение не погибнет так как у нас много новых ростов также я наблюдаю вот за этим русиком которые ползет по новому росту по нему заметно что он развивается здесь же у нас уже сформировалась бульбочка на тех на тех ростах которых желтеет листики у нас есть бульбочки что я не я так сильно не переживаю я думаю что все таки я ее выхожу и не дам погибнуть скажу вам что как многие орхидеи которые умеют адаптироваться и прогибаться под температуры этот с этим видом такой не проходит он очень тяжело переносит духоту повышение температуры ему благоприятна температура до 25 градусов не выше если стрелка на термометре повышается больше 25 и доходит до 35 но у меня летом поднимать температуры до 40 то можно увидеть вот такое пожелтение и апат листьев конечно не хотелось бы потерять этот вид я еще не успела налюбоваться цветами когда же я дождалась первого цвета носика если его не найду то у нас температура поднялась резко поднялась до 40 градусов и этот цвета носик он также моментально пожелтел и потемнел как вы знаете всем акселярии они содержатся довольно влажно не мокро должны находиться постоянно влажном грунте в это время я опрыскиваю и поливаю не горячей водой тепленькой я не могу их поливать холодной так как орхидейки получат стресс если она у меня целый год обливалась и замачивалась в горячем душе то ее пролить холодной водой то орхидейка получит стресс и может отсушить все корешки с этим видом и с ее тоненькими корешками они очень нежны надо обходиться более осторожно орхидейка очень чистенькая очень красивая ко мне пришла вот такая вот жара которая поднимается до высоких градусов для нее очень неблагоприятно и не знаю если я выхожу что я буду делать не дальше на следующее лето постараюсь придумать и создайте более холодную атмосферу но это пока только моих мыслях сначала мне ее надо выходить до конца августа осталось совсем немного у нас еще бывает и жаркий сентябрь но смотря на на лето в этом году жара у нас начинает спадать и думаю что все таки я не потеряю ее и сохраню своей коллекции на этом я буду заканчивать всем спасибо большое что были со мной до новых встреч до свидания